Странная война в Крыму пока проходит без выстрелов. Российские военные блокируют стратегические дороги и расположение воинских частей украинской армии. Солдаты и офицеры ходят с закрытыми лицами и не вступают в контакт ни с местными жителями, ни с журналистами. Также скрывают лица и добровольные помощники российских военных из числа жителей Крыма. Прошла информация о том, что здесь будет беспорядок какой-то возможный, но мы подъехали. Я не знаю, как это будет, но они не будут. Мне просто интересно, я пришел посмотреть на всю эту ситуацию. Просто стою, смотрю на них, что их дальнейшее действие. Я думаю, никто стрельбу начинать не будет, война никому не нужна. Число российских военных в Крыму превысило 10 тысяч человек. Их тактика проста. Воинские части Украины окружают и предлагают солдатам выбор. Сдать оружие и разойтись по домам, либо принять присягу крымским властям и служить сепаратистам. Было несколько случаев, когда военнослужащие украинской армии изменяли присяги. Но большинство все же остаются в местах дислокации и обещают стрелять на поражение в случае проникновения на территорию. Украинские власти пока не могут поддержать оказавшихся в засаде военнослужащих. Соратник Юлии Тимошенко из партии «Батькевщина» Сергей Соболев утверждает, что действия неизменивших пристяги военных усиливают позиции украинских политиков на переговорах с Россией. Те ультиматумы, которые вчера ночью пробовали предъявить нам представители Министерства обороны России, свидетельствуют о том, что наша реакция будет адекватной. Помимо военной оккупации полуострова, Россия приступила и к захвату энергетической отрасли. Полным ходом идут приготовления к отсоединению крымских электросетей от украинской энергосистемы. Россияне предлагают передвижные генераторы, работающие на газу. Если говорить о балансе крымской энергосистемы, то она потребляет около 1000 мегаватт, а собственные потребности Крыма составляют 150 мегаватт плюс производство на солнечных батареях – это 200 мегаватт. Но эту электроэнергию можно не учитывать, потому что она то есть, то ее нет. Если отсоединить крымскую энергосистему от украинской, то дефицит тока на полуострове не смогут покрыть ни Украина, ни Россия, которая отделена от Крыма Керченским проливом. Субтитры создавал DimaTorzok